Письмо Далю Губернатора Пировского, где прошла его замечательный отрывок времени с семьей, с мамой, с детишками. У нас участвует и Москва, где находится музей Даля. Ирина Александровна Клеменова здесь у нас сейчас. Здесь Ирина. И находится у нас Центральный Совет ВАПИК, который поддержал эту акцию. И надеемся, остальные даже региональные отделения, может быть, включатся. Центральный Совет ВАПИК представлен Антоном Евгеньевичем. Да, Ивановым. Ну и, в общем-то, так, а кто у нас еще не включился? Все, наверное, сейчас, да? Так, я приветствую всех. И, в общем-то, начнем, раз у нас все включились. Сегодня Оренбургское областное отделение ВАПИК, областная библиотека имени Крупской, а также общественная организация «Земля родная» выступает с инициативой достойной встречи 220-летия со дня рождения Владимира Ивановича Даля. В этом году, в 2021, вот такая округлая дата. В наш Оренбург Даль приехал в 1833 году, когда его пригласил военный губернатор Оренбургского края Василий Алексеевич Перовский на должность чиновника особых поручений. Это был период расцвета его жизненных творческих сил. За 8 лет, проведенных здесь, Даль становится известным писателем, ученым-натуралистом, филологом, этнографом, фольклористом и лексикографом. Невозможно переоценить значимость Владимира Ивановича Даля для всей нашей страны, не только для Оренбурга, конкретно для Москвы или Луганска. Его словарь живого великорусского языка, заметим, какое замечательное название, живого великорусского языка, его сказки, рассказы, повести, показывает уникальность и неповторимость народных слов и выражений, не позволяя им кануть в забвение. В Оренбурге пока нет музея Владимира Ивановича Даля, но сегодня наша организация прикладывает большие усилия для того, чтобы в доме на Пушкинской 42, где он жил, было музейно-выставочное пространство, посвященное прекрасному писателю. Даже сегодня, спустя столько лет, почему мы это делаем, потому что мы в этом убедились, работая в прошлом году, восстанавливая аутентичные ставни в этом доме. В доме сохранились артефакты, расположение комнат, ручки на дверях и окнах, сохранился ледник во дворе, старая сирень, которую, возможно, посадил еще Владимир Иванович Даль, потому что она похожа даже на огромный дуб. Вот какая сирень. Печи внутри дома. То есть очень много мелких артефактов, с которыми нас знакомила одна из жительниц этого дома, которая очень кропотливо собирает все эти свидетельства истории, относящиеся к Владимиру Ивановичу Далю, и которые, мы надеемся, будут представлены в музейно-выставочном пространстве. 6 июня 2020 года на доме была установлена мемориальная доска. Благодаря нашим замечательным краеведам, благодаря ВАОПИК, Оренбургское региональное отделение, как я уже говорила, отремонтировало ставни, сохранившиеся. К сожалению, они сегодня только на половине дома сохранились, но, как скажем, мечтать не вредно, и мы надеемся, что мы эти ставни восстановим и на другой половине дома. И самое главное, дом включен в реестр вновь выявленных памятников, потому что мы все прекрасно знаем ВАОПИК, если дом не включен в реестр, то ему может грозить любая опасность, несмотря на то, что там хоть даже Пушкин жил, а если дом не стоит в реестре, то все. Сегодня мы стараемся найти средства на выкуп нежилой части дома, чтобы сделать там экспозицию, достойную Владимиру Ивановичу его жизни в Оренбурге. И надеемся, что оренбуржцы откликнутся на это. И если будет такая экспозиция, у нас там и старинная мебель появится, и книги, и все на свете. По словам директора музея Даля в Москве Ирины Клеменовой, а мы дружим с Ириной, спасибо ей большое, что она сегодня участвует. Музей Даля в Москве тоже очень нуждается в заботе. Тот дом, который принадлежал Владимиру Ивановичу, можно сказать, обкарнале, там находится сейчас акционерное общество, оно занимает большую часть, а меньшую часть занимает музей Даля. То место, где он жил, две небольшие комнаты, но они наполнены духом Владимира Ивановича. Там сохранились прекрасные артефакты, относящиеся к его жизни. И, ну, можно сказать, когда приходишь, можно сесть на стул и погрузиться в беседу такую, скажем, незримую с прекрасным писателем, замечательным человеком, другом Пушкина, очень скромным человеком. Поэтому позаботиться о том, чтобы его дата прошла прекрасно и достойно, это задача всех нас. Так вот, по словам директора музея Даля Ирины Клеменовой, в наше время Оренбург, сказала она, остается одним из немногих центров изучения. Наследие Даля, благодаря работам Галины Павловны Матвеевской, Инны Каримовой-Зубовой, Аллы Георгиевны Прокофьевой и других уважаемых исследователей. Наша общественная организация ВАОПИК планирует проведение ряда мероприятий, направленных на достойную встречу славной даты. Это и работа различных творческих площадок, и ознакомление школьников с жизнью, деятельностью и творчеством Владимира Ивановича Даля. И акция «Письмо Далю», которая родилась в недрах нашей организации, и которая поможет лучше познакомиться с писателем, вспомнить навыки письменной речи, письма, научиться правильно, спокойно излагать свои мысли. Замечательно, что акцию ВАОПИК поддержала областная научная библиотека имени Крупской. И сейчас мы предоставляем слово замдиректору библиотеки Бурлаковой Екатерине Сергеевне. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы не могли не откликнуться на инициативу проведения подобной акции. Наша библиотека, продолжая славные традиции Владимира Ивановича, всегда очень бережно относилась и относится к устному и печатному слову. Мы трепетно храним и для современников, и для будущих поколений знания и народную мудрость, заключенную в миллионах изданий из фондов нашей библиотеки. Не случайно памятник, первый и единственный памятник словарю Владимира Ивановича Даля, появился в городе Оренбурге возле главной библиотеки региона. Специалисты областной библиотеки ведут систематическую, разноплановую работу по сохранению и популяризации научного и литературного наследия Владимира Ивановича. Сведения о нем отражены на литературной карте Оренбуржья, в литературном гиде «Открывая Россию», дайджесте «Великий борец за русский язык» и многих других ресурсах. Деятельность Владимира Ивановича во время службы в Оренбурге была настолько многогранна, что многие события того периода, да и жизнь многих персон освещаются в ее призме. Не случайно в полнотекстовой базе данных, посвященных Василию Алексеевичу Перовскому, губернатору Оренбургской губернии, можно встретить много сведений и документов о Владимире Ивановиче Дале. Оренбуржцы гордятся тем фактом, что в далеком 1833 году Оренбургскую губернию посещал Александр Сергеевич Пушкин. И во время визита его сопровождал никто иной, как Владимир Иванович Даль. Именно поэтому в полнотекстовой базе данных «Пушкин едет в Оренбург» можно найти много информации, посвященных и Владимиру Ивановичу. Все эти ресурсы размещены на сайте областной библиотеки и доступны для ознакомления всех желающих. И, конечно, в юбилейный год мы запланировали проведение цикла мероприятий и реализации проекта «Толковый Великорусский Даль», который завершится проведением краеведческих чтений, посвященных юбилею писателя и этнографа. И в этот период будет создана полнотекстовая база данных по Далю совместно с Государственным архивом Оренбургской области. Наша деятельность и цели акции во многом созвучны. И мы надеемся, что объединение усилий всех заинтересованных сторон будет содействовать сохранению и популяризации научного и литературного наследия Владимира Ивановича Даля. Спасибо за внимание. Так, дадим теперь слово. Самый важный момент – это участие тоже в нашей акции Всероссийское общество охраны памятников истории культуры, инициативы именно этой организации. И дадим слово заместителю председателя Центрального совета ВАПИК Антону Евгеньевичу Иванову, который скажет о том, что предстоит от нашего Центрального совета в этой акции. Антон Евгеньевич. Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Дорогие друзья, от имени Центрального совета Общества охраны памятников приветствую всех участников акции, всех организаторов акции. Хочу пожелать, чтобы все, конечно, прошло очень хорошо, было много участников и победил сильнейший. Со своей стороны, хочу сказать, что, конечно, такие вот акции, они помогают сохранить память, сохранить память об исторических личностях, о наших земляках. Вообще просветительская работа – это основная задача Общества охраны памятников, ради которой оно и создавалось в 60-х годах. В этом году ВАПИК будет отмечать юбилей, 55 лет уже со дня своего основания. И, конечно, отдельное спасибо нашему Оренбургскому отделению, которое инициирует и организовывает такие замечательные акции. Имя Владимира Ивановича Даля связано не только с Оренбургом. Я вообще из Санкт-Петербурга. И, конечно, с Санкт-Петербургом имя Даля тоже связано крепко. И многие годы он здесь и учился, и жил, и работал. Ну и вообще, наверное, в России многие города могут похвастаться этим. Я хочу анонсировать, что победитель акции получит возможность посетить Москву и посетить в том числе музей Владимира Ивановича Даля. Вот такой приз получит победитель сегодняшней нашей акции от имени Центрального Совета Общества охраны памятников. Спасибо за внимание и удачи. Спасибо, Антон Евгеньевич. Спасибо. Если возвращаться к Владимиру Ивановичу Далю, то давайте мы начнем тогда от самого начала и в город Луганск обратимся, где родился Владимир Иванович. В нашей акции принимает участие Луганская универсальная научная библиотека имени Горького директора Наталья Антоновна Расторгуева. Микрофон включите. Включаю, включаю. Слышно, коллеги? Да. Добрый день, добрый день. Бесконечно рада приветствовать сегодня всех участников презентации этой замечательной акции. И от имени, конечно же, Луганской земли, родины Владимира Ивановича Даля, от имени всего библиотечного сообщества Луганщины. Мне бесконечно приятно. Я благодарю, конечно же, организаторов за возможность поучаствовать вот в таком представительном форуме, за возможность вновь побывать на большой профессиональной площадке. И хочу сказать, что, конечно же, мы с огромным удовольствием присоединимся к вашей акции, потому что сохранение памяти благодарной потомков и именно о Владимире Ивановиче Даля на Луганской земле это особая тема, поверьте. Вы знаете, вот действительно удивительно, что родившись и проживя всего 4 года на Луганской земле, Владимир Иванович Даля едва ли не больше известен и миру, как по псевдониму Казак Луганский. И, конечно же, когда мы говорим вот о своих земляках, прославивших нашу землю, то имя Владимира Ивановича Даля мы называем первым в ряду. Хотя, конечно же, наши земляки, это и Климент Ефремович Ворошилов, это и Михаил Матусовский, это и актер Павел Луспикаев, знаете, да, который говорил, что я мзду не беру, мне за державу обидно. Вот мы хотим, чтобы нам за державу было приятно. Мы и родина Стахановского движения и молодой гвардии, но я вам хочу сказать, что когда мы говорим имя Владимира Ивановича Даля, оно отзывается вот особым, особым таким вот живым камертоном в сердце каждого, кто действительно считает себя русским, кто любит русский язык, для тех, кто ценит и хранит память о нашем великом земляке. Мне не нужно, в принципе, вам рассказывать, хотя это то, что наболело у каждого из нас, и это остается с нами. События новейшей истории Украины, да, они вот показали абсолютно всем, что происходит с народом, оторвавшимся от своих корней, который пытается жить чужими идеалами. Вы видите эту вакханалью, которая происходит сейчас на Украине с переименованием городов, с переписыванием истории, со сносом памятников. И вот именно в это, такое непростое время на Луганщине с оружием в руках, вообще на Донбассе отстаивают свое право говорить на родном русском языке. Именно поэтому год 2021, очень непростой год в истории, как бы вот именно Донбасса, на Луганщине он объявлен годом Владимира Ивановича Даля. Безусловно, память о Владимире Ивановиче, это не только наша, как бы, прерогатива. У нас существует государственный литературный музей Владимира Ивановича Даля на бывшей улице Английской. Сейчас она носит его имя. Дом сохранен, в котором родился Владимир Иванович Даль. Для нас это особая святыня. Имя Владимира Ивановича Даля носит государственный университет, где работает отдельная кафедра долеведения. Носит большая луганская школа номер пять его имя. И, конечно же, занимается темой и сохранения Далевского наследия, и воспитания подрастающего поколения, конечно же, Республиканская библиотека имени Горького. Мы гордимся тем, что мы на сегодняшний день являемся самым большим держателем как бы литературного наследия Владимира Ивановича Даля. Это и прижизненные издания, и посмертные, конечно же, более тысячи экземпляров как бы самых уникальных изданий и толкового словаря, и его литературных произведений, трудов. Библиотека ведет огромную поисково-навигационную работу и в ресурсах интернет, создает документы собственной генерации, потому что как бы огромная база нашей «Великие земляки», она доступна на нашем сайте в режиме 24 на 7, мы ее постоянно пополняем. Кроме всего прочего, конечно же, мы гордимся тем, что как бы большая научная работа, которая ведется луганскими учеными-далеведами, она отражена в уникальных изданиях именно далевских конференций, далевских чтений, которые, ну как вы знаете, они обычно издаются небольшим тиражом, вот, поэтому они уже заранее, как бы букинистическая, библиографическая редкость, мы тоже их собираем. Библиотека, она априори, да, институт человеческой памяти, поэтому для нас сохранение вот именно творческого наследия Владимира Ивановича Даля, это одно из приоритетных наших направлений работы, мы занимаемся этим очень серьезно, и, безусловно, конечно же, популяризация, популяризация творческого наследия Владимира Ивановича Даля. Я хочу сказать, что, как бы, для луганчан и тех, кто профессионально занимается, вот нынешний год, он особенно важен, насыщен очень большими мероприятиями, начнем с того, что у нас, в принципе, тотальный диктант, он прошел с именем Даля, потому что мы писали «Далевский диктант». В нынешнем году, если говорить вот конкретно о главной библиотеке, республиканской, то у нас задуман наш большой проект, рожденный в городе над Луганью, мы занимаемся этой темой достаточно давно, и, наверное, как и для всех, для кого слово «родина» – это не пустой звук, то личность Владимира Ивановича Даля – это, конечно же, один из самых лучших примеров для воспитания подрастающего поколения, потому что, в принципе, определить, в чем же секрет притягательности своей малой родины, чем вообще определяется интерес людей к родной земле, и вообще, как донести и заразить молодое поколение, да, нехорошее слово в нынешней ситуации, но тем не менее, вот именно заразить таким же трепетным отношением к своей истории, к людям, которые к ней причастны, к наследию твоих великих предков, Наверное, если мы с вами ответим на этот вопрос, мы будем знать абсолютно точный рецепт воспитания гражданина и патриота, кем, в принципе, и был Владимир Иванович Даль, потому что лучшего примера человека, действительно, патриота истинного, а не мнимого, человека деятельного, который не просто чем-то занимался всю жизнь, а занимался этим превосходно, всегда с отличным результатом, конечно же, это все о Владимире Ивановиче Дале. Я немножечко волнуюсь, потому что, к сожалению, его приглашение на участие я получила буквально вчера вечером, мне очень хотелось бы показать, конечно же, и памятники, которые у нас в городе установлены, Владимиру Ивановичу Далю, одними из первых еще в 80-х годах, когда вот начиналась история как бы долеведения, возрождения Далевской тематики на Луганской земле. Я с удовольствием показала бы вам и музейные какие-то экспонаты, потому что у нас главным раритетом нашего музея, это, конечно же, является пианино, которого касался Владимир Иванович Даль, которое было в семье Даля, это вообще как бы удивительный раритет. Работники музея ведут большую переписку с родственниками Владимира Ивановича Даля, оставшимися на сегодняшний день. Я думаю, что у нас есть достаточно много поводов для совместной поисковой работы. Это должно быть интересно абсолютно как бы всем, для кого Владимир Иванович это не просто имя. Вообще, конечно, удивительно, как иногда судьба такими незримыми нитями, параллелями связывает судьбы людей, территории, историю. И тут об этом можно говорить бесконечно. История у нас абсолютно одна. Гордимся мы одними и теми же вещами, что лишний раз подтверждает, что Луганск был и остается частью русского мира. И вот Владимир Иванович, даже не подозревая того, вот навсегда увековечив имя Луганска, как бы в мировой истории и культуре, он навсегда связал нас с русским миром. И мы продолжаем и остаемся быть его составной частью. Поэтому вот наш большой проект, рожденный в городе над Луганью, он включает, ну, четыре, скажем, таких подпроекта, над реализацией которых мы уже сейчас работаем. Дальский диктант мы уже провели. На сегодняшний день у нас впереди еще очень интересный проект, это мини-спектакль, театрализованный перформанс по произведениям Владимира Ивановича Даля «Уральский казак», по его рассказу. Цель, конечно же, приблизить творческое наследие Владимира Ивановича Даля к современному читателю, к современникам, потому что на самом деле, вот буквально недавно мы проводили как бы социологическое исследование с тем, вот, что известно у Владимира Ивановича Даля. 80%, но это ожидаемый как бы результат, когда наши современники рассказывают о том, что, конечно же, он автор словаря живого великорусского языка, который сам уже по себе уникальная ценность, да, потому что он энциклопедический, лингвистический, одновременно, и уже полтора века мы все зачитываемся этой уникальной энциклопедией русской жизни, русского быта, и он до сих пор остается актуальным, он до сих пор остается одним из главных пособий по изучению русского языка. И, конечно же, вот такая вот ситуация нас немножечко как бы беспокоит, поэтому мы впервые, ведь на самом деле очень мало драматических произведений, их практически нет по произведениям Даля, поэтому мы взяли на себя вот такую вот интересную миссию вместе с нашими партнерами, с нашим ведущим академическим, драматическим театром на Оборонной, мы впервые, сделав как бы с нашими литераторами пьесу из рассказа Владимира Ивановича, будем ее как бы ставить не только на эта малая форма, скажем, с тем, что то есть она должна быть достаточно мобильная, чтобы ее можно было поставить на любой креативной площадке, поэтому основная площадка это библиотека, это малая сцена, это возможный выезд школы, это парк культуры. Наталья Антоновна, Наталья Антоновна, вот вы все секреты не рассказываете сейчас. Ну, простите. Заслушав Владимира Ивановича, да. мы знаете, что сделаем. У нас вот это не единственное будет включение вместе, мы будем его повторять и будем повторять кругу студентов, школьников, и мы, конечно, с большой бы радостью хотели, чтобы вы вот к этим включениям, а мы будем о них сообщать, подготовили, например, и какую-то видеоэкскурсию по дому дали, и вот, может быть, отрывки из спектакля какие-то и так далее. То есть вот сейчас всех секретов давайте не будем рассказывать. Хорошо, хорошо. Передем их, да, на следующий раз. А сейчас... Екатерина Сергеевна, я прошу прощения, я понимаю, что я затянула время, я просто хочу еще буквально одну минуту у вас попросить, потому что основным как бы мероприятием, на которое мы бы хотели и вас пригласить, это будет ноябрьская научно-практическая конференция, она международная, Далевский код в мировой культуре, и мы, конечно же, будем приглашать не только Далеведов, но и наших партнеров. Надеюсь, что вы тоже сможете принять участие. Ну и, безусловно, конечно же, объединение усилий всех институтов общественных, конечно же, будет способствовать возвращению Даля современному пользователю. Хорошо, я не буду больше отрывать ваше время, еще раз спасибо за возможность поучаствовать как бы в таком мероприятии. Я желаю успеха всем нашим предприятиям, которые родятся, вот, может быть, инициативы в течение этого, и, конечно же, прежде всего, международные акции «Диалог письмо Даля». Спасибо огромное, и огромный привет от Луганской земли. Мы счастливы получить его. Спасибо вам большое. А сейчас я хочу представить слово директору музея Даля Ирине Александровне Клименовой. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас приветствовать. Я, конечно, под... Все слышно, да, извините? Конечно, да, да. Я поддерживаю инициативу. Вообще, меня радуют, конечно, наши коллеги из Оренбургского отделения Общества охраны памятников истории и культуры. Напомню, что наш музей тоже работает, он учрежден Московским отделением Общества охраны памятников истории и культуры. И напомню, что Московский дом Даля, дом, в котором прошли последние 13 лет жизни Владимира Ивановича Даля в 60-е годы был спасен нашим замечательным обществом, которое только благодаря его инициативе и его смелости дом удалось спасти и сохранить. Я хотела бы спросить, можно ли показать презентацию или времени недостаточно, Вера, как вы? Презентации на какое время? Ну, буквально пять минут, наверное, чтобы показать коллегам, где мы находимся и каков наш музей, куда вы приглашаете победителя, скажем так. Вы сказали уже о том, что музей наш достаточно скромный, мы занимаем две комнаты в доме Даля, сейчас одну секундочку покажу, да, и, наверное, точнее будет сказать, что это музейные комнаты в доме Владимира Ивановича Даля. Вот, кстати, на фотографии вы видите большого друга нашего музея Анастасию Александровну Журавску, праправночку Владимира Ивановича, она стоит около бюста скульптора Ильи Мишанина, бюста Владимира Ивановича, Ирин. Не видно, не видно, не видно, надо экран предоставить, наверное. А, я что-то не так сделала опять, извините. Экран предоставить нужно организаторам. Извините, не очень, да, сильно в технике, прошу прощения, да, к сожалению. Так. Обратите внимание, внизу в центре экрана демонстрации экрана. Я забываю, да, извините, пожалуйста, вот совместная с текущего слайда. Сейчас видно, да? Все нормально, да, показано? Да. Я вот покажу дом, в котором наш музей занимает две комнаты, большой особняк в центре Москвы на Пресне. Вы видите вдалеке высотное здание на Кудринской площади. Кстати, можно посмотреть с высоты этого здания на Кудринской площади высотки, посмотреть на этот район Москвы. Вот как раз помечен здание дома, помечено стрелкой. Замечательно, что сохранился верхний Преснецкий пруд, вокруг которого еще при жизни Владимира Ивановича Даля был открыт зоологический сад. И это любимое место прогулок писателя. он буквально переходил улицу Большую Грузинскую и почти ежедневно гулял в зоологическом саду. И вы видите, как застроен дом Даля. Он оказался во дворе министерского здания. и даже взглянув на этот сном можно себе представить, как сложно было защитить дом, спасти его от уничтожения, потому что он был приговорен к сносу в 60-е годы, как я уже сказала. И только благодаря огромной большой работе, которую проделало общество охраны памятников, Петр Дмитрий Броновский, известный реставратор, вы видите, сколько было написано писем, они публиковались в центральных газетах, сохранить дом Даля, еще раз о доме Даля, и действительно это великое чудо, что этот дом сохранился. Я всегда начинаю свою экскурсию действительно с истории дома, потому что она уникальна. Дом пережил счастливо две отечественные войны, то есть во время оккупации Москвы французскими войсками, во время московского пожара дом действительно чудом был спасен, и представляете, каково было удивление реставраторов, когда они сняли обшивку с дома и на одной из стен увидели обгоревшее в пламени вот того пожара московского 1812 года бревна, они были оставлены под стеклом, действительно был такой уникальный объект показа, который демонстрировали, во всяком случае можно было его увидеть до середины 90-х годов прошлого века. Сейчас, к сожалению, после перестройки, которая произошла по инициативе как раз хозяина дома, сейчас это акционерное общество, издательство Марка, дом был надстроен, и, к сожалению, вот этот фрагмент был закрыт. Ну и совершенно уникальное тоже событие во время Второй мировой войны, извините, Великой Отечественной войны в 1942 году, вы видите словарь, который оказался в бомбе, которая упала около дома Даля в марте 1942 года, эта однотонная фугасная бомба не взорвалась, и когда прибыли саперы, они увидели в ней песок и чешно-русский словарь. Вот наши коллеги из Государственного Центрального Музея Современной Истории России, именно куда, вернее, в Музей Революции когда был передан этот словарь из бомбы, вот нам они разрешили сделать эту фотографию, я всегда показываю, действительно, вот рассказ, который удивляет и действительно остается в памяти у наших посетителей нашего музея. Вот так выглядела этот район Москвы, такая окраина Москвы, в XIX веке, это знаменитый вид Пресненских прудов, фитография 1825 года, ну и передали, это был зеленый тихий район Москвы. Вот так выглядела гостиная дома, где был кабинет Владимира Ивановича Даля. Я должна сказать, что, конечно, это большая потеря, что дом Даля не был музеифицирован, в нем сразу не был организован большой государственный музей, хотя, конечно, об этом мечтали, думали все, кто спасал этот дом. Но вот по воспоминаниям дочери Владимира Даля, которая подробно описала интерьер этой гостиной, где стоял стол письменный Владимира Ивановича, где он работал над завершением словаря, была нарисована вот эта картина современного художника. Ну и вот фрагмент нашей экспозиции. Мы очень горды, что в нашем небольшом общественном по сути музее мы можем показать прижизненное издание словаря Даля. Открыт этот, открыт словарь на слове добро, словарная статья добро, с замечательным толкованием этого слова, абсолютно авторским, мне кажется, просто слышен голос Даля, где он толкует слово добро в духовном значении как благо, все, что честно и полезно, что составляет долг человека, гражданина и семьянина. И, конечно, слова из письма к Погодину, историку, слова Даля на значение человека именно то, чтобы делать добро, звучат как девиз его жизни. Ну и мы в своем, в нашем небольшом музее уделяем много внимания семье Владимира Ивановича, Даля, его окружению семейному, потому что это дом большой семьи. Кстати, я всегда рассказываю, говорю, когда говорю о доме, о том, что этот дом стал таким семейным гнездом для Даля, он приобрел его, он передает его по наследству сначала своему сыну, потом в нем живет его старшая дочь Мария Владимировна, вплоть до 1903 года практически дом остается домом Дали. Но я всегда указываю, говорю об Оренбурге, говорю о том, что только в Оренбурге Владимир Иванович купил дом, приобрел, у него был свой дом, и замечательно, что в прошлом году силами, я так понимаю, Оренбургского отделения на этом доме, на Пушкинской улице была установлена мемориальная доска. и я очень надеюсь, да, и, конечно, верю в то, что в Оренбурге появится, действительно, появится вот это музейное пространство в этом доме, посвященное Владимиру Ивановичу Даль. Ну и вы видите, не буду задерживать, да, эта презентация, мы много вот говорим об мучке Владимира Ивановича, об Ольге Платоновне Демидовой, потому что Даль застал внуков, был окружен внуками в доме Даля, а внукам он посвятил две детские книжечки, которые представлены у нас, вы видите, фрагмент витрины с этой как раз книжкой, первая первинка была у грамотной внуки, и вот гордость нашего музея, хочу вам показать, это личные вещи Владимира Ивановича Даля, я думаю, все, кто работает с биографией Даля, знают, что сохранилось личных вещей очень мало, действительно, гордость Луганского музея, это фортепиано, которое было передано Марии Владимировны Станишевой в Луганский музей, А вот эти предметы, готовальня и медицинский молоточек, вот семейная легенда, я сразу оговорюсь, потому что многих вызывает вопрос, медицинский ли это молоточек, но семейная легенда гласит, что это медицинский молоточек, а в семье, это как раз семья по линии внучки Даля, Ольги Платоновны Демидовой, почти вся мужская половина этой семьи посвятила себя о медицине, то есть пра-правнуки Владимира Ивановича Даля были военными врачами, хирургами, Лев Журавский был доктором медицинских наук, профессором Калининского медицинского института, и вот они утверждают, что это медицинский действительно молоточек, инструмент. Меня поражает, конечно, что сохранились, вот обратите внимание, инструменты, музыкальные, чертежные, медицинские, действительно, мне кажется, это не случайно, во всяком случае. И хочу сказать тоже про эти предметы, они были вывезены из горящего, буквально горящего Ярославля в 1918 году, в июле 1918 года. Это чудо, что они сохранились, потому что меня многие спрашивают, где мебель, где обстановка дома, но, к сожалению, действительно, много, практически все погибло в гражданскую войну, во время революции, в гражданскую войну. Ну и фрагмент, вы видите, нашей экспозиции, здесь очень много рассказывается как раз о потолках Владимира Ивановича Даря. И в конце я всегда рассказываю действительно историю написания этого знаменитого, всем хорошо известного портрета, написанного, опять же, в нашем московском доме. сюда пришел Третьяков, Павел Третьяков, умолял буквально Владимира Ивановича Даря позировать. Обращаю всегда внимание посетителей на год написания портрета, 1872 год, то есть год смерти лексикографа, но замечательно, что портрет появился, и всегда, когда я смотрю на него, я вспоминаю слова Владимира Ивановича Даря. Я любила отчизну свою и принес ей должную мною крупицу по силам. Надеюсь, я не очень задержала вас, но мне очень хотелось показать, рассказать и доказать, наверное, что мы, наверное, имеем право говорить, Владимир Иванович читали в стенах дома, в котором он жил, в котором он завершал свой главный труд, толковый словарь великорусского языка, в котором он, кстати, тоже очень важный такой фактов, биография, он принял православие, а не за долго до смерти, об этом мы тоже рассказываем, и похоронен он недалеко от дома на Владимирском плавище, его могила сохранилась, и я хочу сказать, что, как это ни странно, небольшой общественный музей, по сути, единственный музей, Владимир Иванович читали, в Москве, как вы понимаете, ну и в Российской Федерации, мы, кстати, заботимся, наш актив, друзья музея, я хотела бы сказать о том, что многие помогают нам, поддерживают нас, я считаю своим, нашим, можно сказать, сотрудником, конечно, Анастасию Александровну Журавскую, благодаря ее поддержке, мы можем показывать вот такие уникальные буквально экспонаты, и, кстати, очень многие помогают нам в уходе за могилой Владимира Ивановича, далее, я могу сказать, что мы постоянно, да, убираемся, ухаживаем за могилой, и на протяжении уже многих-многих лет, иногда, действительно, в памятные даты мы организовываем литургию на могиле Владимира Даря. Ну вот, такова жизнь нашего большого музея, да, и еще раз в конце я благодарю за внимание и поддерживаю, конечно, наших оренбургских коллег, поддерживаю эту акцию. Жду призера. Большое спасибо, замечательный музей, и надеюсь, наш отличник, скажем так, первый, кто получит приз и как раз посетит этот чудесный музей, познакомится поближе с экспонатами, которые относятся к Владимиру Ивановичу Далию. А еще у нас остался один человек, очень замечательный, Наталья Евгеньевна Петрова, она заведующая кафедрой русского языка и литературы в Нижегородском университете, где тоже Владимир Иванович Даль находился и вел разные важные дела и сейчас так, а у нас ее нет. Коллеги, да, извините, я присутствую под именем Пуциковой Ольги Алексеевны, потому что я с ее компьютера рабочего вышла в нашу сессию на моем компьютере нет камеры, поэтому вот это я, я заведую кафедрой действительно русского языка и культуры речи Нижегородского педагогического университета имени Казьминина, у нас есть еще университет имени Лобачевского, поэтому я вот уточняю, где именно я работаю, я благодарю коллег из Оренбурга за то, что они пригласили нас на эту акцию. Ну, вы прекрасно знаете, специалисты по творчеству и биографии дали, что в Нижнем Новгороде он провел много времени, целое десятилетие от 49-го года по 59-й, и в Нижнем Новгороде он, я думаю, сумел очень сильно приобщиться к стихии народной речи, потому что он управляющим был Нижегородской управой и вот в силу специфики своей деятельности общался с простыми людьми, с крестьянами в том числе, и, конечно, мог погрузиться вот в эту прекрасную стихию народной речи. Не случайно сильно продвинулась его работа по словарю именно в Нижнем Новгороде, но вот, насколько я знаю, до буквы «П» дошли его изыскания в этом смысле. Но, вы знаете, есть у нас большая проблема. Он жил у нас на улице Печорской, Большой Печорской, дом 25, есть мемориальная табличка, которая вот как раз говорит о том, что здесь жил Владимир Иванович Дарь. Но, к сожалению, в Нижнем Новгороде нет ни музея хоть какого-то маленького, ни памятника Владимиру Ивановичу Дарю. В общем, об этой проблеме много говорит Михаил Александрович Грачев, профессор лингвистического университета нашего имени Добролюбова и автор, может быть, вы даже знаете, известного очень словаря «Жаргонные лексики», «Арго» и «Жаргонные лексики». И вот он как раз просто бьет на бат по этому поводу и прилагает усилия, чтобы наше начальство нижегородское каким-то образом пошло бы навстречу в решении этой проблемы. Но пока вот эта проблема, к сожалению, есть. Но вот в нашем университете мы, как филологи, безусловно, самым тесным образом взаимодействуем с Далем, а именно с его словарем. И я хочу попросить вот присутствующую здесь мою коллегу, профессора Галину Савельевну Самойлову, профессора кафедры русского языка и культуры речи, буквально два слова сказать о том, как наши студенты работают со словарем и, кстати, очень любят работать с ним. Мы даже иногда их предостерегаем от того, чтобы они не переносили нормы словаря Даля на современную действительность. Вот если можно, Галина Савельевна тоже два слова скажет. Наталья Евгеньевна, спасибо. Уважаемые организаторы, можно, да, буквально вот минуточку? Дорогие коллеги, наш город, конечно, связан с им... Меня слышно? Да, да, да. Наш город связан с именем Владимира Ивановича Даля непосредственно. Это действительно так, поскольку здесь многие вещи связаны и с Александром Сергеевичем Пушкиным, и с Владимиром Ивановичем Далям. Мы, во-первых, я, конечно, хотела бы сказать огромное спасибо большому вот культурно-библиотечному сообществу. Мы представляем собой педагогическое сообщество, немножечко другое. Но вот когда сегодня я все это слушала, и мы говорили об этом, я думаю, что, воспользуясь словами Казьмы Минина, имя которого наш университет носит имя, Минина, воспользовавшись его словами, я скажу, купно, заедино, вот только вместе, мы сможем что-то делать. И поэтому, Ирина Александровна, когда вы говорите, мы имеем право, мы не просто имеем право говорить о том, что Владимир Иванович Даль многое сделал, мы обязаны это делать. Вот мы, вы, мы просто это обязаны делать. Потому что Даль, это не просто автор словаря, не просто автор пословиц русского народа, ведь пословица русского народа это славянская ментальность. И вот мы со студентами, ну, по мере возможностей, конечно, сейчас говорим о том, как мы могли бы, благодаря в том числе и творчеству Даля, ну, идентифицировать себя как славяне, как русский народ. Это вот сейчас очень важно, проблемы связанные, вот, о том, что говорила, ой, Наталья Антоновна, да, прошу прощения, Антоновна, да? Да, да, мне очень было приятно слушать коллег из Луганска, и эта боль, которую они испытывают за русский язык, вот она буквально вот в сердце передается и нам тоже. Всячески приветствуем оренбуржцев. Два слова личных. Я люблю эти края, потому что там начиналась моя педагогическая карьера в педагогическом институте имени Шевченко в Орске. Город Орск, это ваши восточные края, область большая. Я люблю Оренбург, и поэтому, когда Наталья Евгеньевна сказала, давай пойдем вместе вот на это совещание, на эту сессию, с удовольствием это сделала. Коллеги, поддерживаем всецело, одобряем, дай Бог, благослови Господь нас всех в этом начинании. Спасибо. Надеюсь, что я не очень долго говорила. Спасибо большое. Спасибо организаторам. Прекрасное заключение, просто прекрасное вам. Спасибо тоже большое. Вот. Я надеюсь на то, что сегодняшнее, посмотрите, даже много каких-то маленьких открытий сегодня благодаря Владимиру Ивановичу. Вот он нас всех связал сегодня. Спасибо ему большое. Слышит, наверное, на том свете нас. И я надеюсь, что это не последнее наш такой чудесный сбор. И мы должны не только сами наслаждаться теми маленькими артефактами, которые сегодня были оглашены, презентациями прекрасными, но и обязательно показать их детям, студентам, просветить такую деятельность, всячески продвигать, как это делал Владимир Иванович, свои крупицы и распространять где только можно по нашим далям и Нижегородским, и Луганским, и Оренбургским, везде, где он жил, и Московским. Вот. И надеемся, что такая акция, как я сказала, возможно, станет ежегодной радующих любителей русского слова возможностью выразить свои мысли, вспомнить историю, любить свою Родину во всей ее полноте. Большое спасибо всем, кто сегодня был в нашем телемосту, в нашей пресс-конференции в Зуме, спасибо интернету, что это возможно сделать в нашей современной жизни. Вот. Надеемся, что мы встретились не последний раз. Коллег из Нижнего Новгорода просим через Наталью Петровну, Наталью Евгеньевну передать свои координаты, она ли будет с нами дальше сотрудничать или вы. Обязательно мы поддержим связь, конечно. Надеемся, да, что мы дальше будем вместе сотрудничать. Всем спасибо. К делу. Вот. Акция Даля начинается. Спасибо огромное. Всего доброго всем. Успехов. Успехов. Доброго. До свидания. До свидания.